Сегодня мы в центре Москвы, который во время чемпионата мира по футболу просто пребывал в экстазе. В этом году мы еще следили за победой Хабиба над Конором, наблюдали за победой наших хоккеистов на Олимпиаде и, конечно же, самое главное – это лето Станислав Чурчесов и сборная России. Творческая группа «Спорт24» решила пообщаться с москвичами, задать им 24 каверзных вопроса и подарить подарки. Меня зовут Анар Ибрагимов и мы начинаем! Пойдем искать любителей спорта. На какого киноперсонажа похож боксер Мурат Гассиев? Ну, значит, на Орла похож, если Орлиные глаза. Ну, Спардермен или кто там? Нет, или кто у нас там? Роберт Дуниров. Какого-нибудь большого, красивого, сильного медведя. Скала. Рой Джонсон, но он не волосатый как раз-таки, но просто высокий и накачанный. Будет Аклама. Что должно произойти, чтобы в следующем году Артем Дзюб, это такой футболист, получил золотой мяч? Ой, что должно произойти? Чудо, наверное. Мой ребенок должен в него поверить, а она очень любит Артема Дзюба, поэтому он получит золотой мяч. Дзюба должен ударить пару раз мимо ворот. Читать Библию. Футболист должен хорошо играть, чтобы заслужить золотой мяч. Должен набрать еще 20 килограмм. Кто следующий слез за Головиным поедет в Европу и в какой клуб? Пас. Игорь Окинфеев, я хочу, чтобы ты перешел в Ливерпуль в Англию, но вообще оставайся в России. Артем Дзюба поедет в Мадрид, потому что в Мадриде его ждут. Артем, мы желаем тебе удачи и желаем тебе перейти в команду Сосуола и не опозорить это название. Давай, Пашка, в Юнайтед, мы ждем тебя. Что будет на праздничном столе у Мамаева и у Кокорина? Это кто? Футболисты, которые в тюрьме сидят. Они депутаты избили. Ну, что там в тюрьме дают, я не знаю. Где бы до соль? Каша там, что-нибудь еще. Да, сильный вопрос. Икра заморская баклажанная. Да, все там есть. Икра в водке, и коньях, и там даже бабы будут. Думаю, что и от красной икры в виде покрашенных маленьких футбольных мячиков, у них может быть все что угодно. Какой профессией может заняться после победы в Кубке Стэнли Александр Овечко? Не спортивной. В кино, почему бы и нет. Он бы пару злодеев без своего зуба офигенно бы сыграл. Ну, у нас сейчас все спортсмены идут в депутаты. Может быть, туда. Стань писателем. Сдавать листовки. Я не знаю, что после этого делать вообще без понятия. Да я думаю, ему заниматься ничем не надо. Он, я думаю, денег заработал нормально. Овечкин красавец, молодец. Кто круче, Хабиб Нурмагомедов или Федор Емельяненко? Федор Емельяненко. Почему? Ну, потому что он последний император. О, я не стану отвечать на такие вопросы. Они оба крутые. Они молодцы. Хабиб все-таки свое дело сделал. Ирландцы еще на дома. А ты как думаешь? Я круче. Хабиб слишком распиаренный. С какой песней у вас ассоциируется человек от мира по футболу? Оле, 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 оле. Шоу Мазгун. Я не умею петь. Россия вперед! Слава КПСС, грустные танцы. На этой вписке тебе не место. На тебе тупо некуда деться, некуда податься. Сеченная наша держава. Сеченная наша страна. Вака-вака. Э-э-э, вака-та-та-та-та-та-та-та-та-та, Африка. Блин, мне так сытно не было никогда. Цвет настроения синий. Как ты назовешь терки между биатлонистами Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным? Ты специально, да. Как мы можем назвать их терки двумя словами? Опять непонятный вопрос. Вообще не в курсе. Много про конфликты. Пускай позовет его на свидание. И там решится все. Давайте вообще вот посоветуем Кокорину и Мамаеву. Чем вообще заняться в тюрьме? Они уже тогда, когда Россия просрала на чемпионате Европы, они немножко так вот отмечали хорошо. И пускай сидят, чувак. И пускай отдохнут немножко. По морде бить никому не надо. Это не культура. Бицуху немножко покачать. Ну, подумать о нормальном поведении все-таки. Чтобы прийти и не попадать в такие ситуации. На какой тачке должны гонять гонщики Формулы-1, чтобы всех просто напрочь обыгрывать? На девятке. Хонда Аккорд. На ладах, приорах приниженных. Если на ней смогли, то и на остальном смогут. Да. Может, приора? Ну, нет, тогда точно не выигрывайте. Приора прокачанная на Бугатти заводе. Ну, Мерседес. Допустим, да. Какое запомнили Москву иностранцы? Я думаю, иностранцы запомнили Москву очень веселой, гостеприимной, праздничной. Потому что 12 июня, еще до начала чемпионата мира, мы были на концерте на Красной площади. Потом на улице Никольской, вот как раз при нас начиналась вот эта вот Никольская, которая стала впоследствии фан-зоны, да, где собирались фанаты всех стран. Это было так круто, так замечательно, так душевно. Пару негров здесь видел, такие пацаны обалденные, мы с ними щелкнулись. И хорват такие волосые, ну, козлы они, деворот, я не буду. Яркий, радостный, жизнерадостный, веселый и гостеприимный. Наверняка, вы знаете, кто такой Джефф Монсон, его называют Снеговиком. А Хабиб кем бы был в команде Деда Мороза? Наверное, был бы Снегуром. Машина. Эльфом. Кто такой Хабиб? Новым годом. Есть такой персонаж, Дед Мороз, Снегурочка и маленький Новый год. Добрым Снеговиком. Человеком, который помогает управлять оленями. Регби называют спортом джентльмена. Давайте придумаем новое определение для этого вида спорта. Думасшедшие дыненосы. Ну, регби, это же дынь, кажется. Замес стенок. Что такое Кубок Кремля? Не знаю, наверное, Кубок, из которого Владимир Владимирович пьет. К нам никто не едет, только баллон наши играют, все, и выиграют наши. Больше ничего там нет в нашем Кубке Кремля интересного. Что вообще за вопросы такие? Это задавать людям вопросы, в которых они вообще ничего не шарят. Офигенно. Ну, я помню, наш президент в нем всегда принимал участие. Ну, есть и по футболу, наверное, и по хоккею. Это среди... Это когда Путин в футбол играет, в хоккеи играет. Среди депутатов они разыгрывают кожаный мяч. Комбо, спортивным событиям вы бы сняли кино. Наверное, наверное, о баскетболе, конечно, конечно же, да. А конкретно о чем? О чем? О чемпионате всемирном баскетбола. Было бы интересно посмотреть на боксеров. На бокс, именно на бокс. Ну, мне кажется, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежица, Бьерн Даллина, мне кажется, ему можно вообще фильм посвятить. Здесь такая красивая фигуристка. Ее зовут Алина Загитова. Под какого исполнителя она могла бы танцевать? Про спорт, вопрос про спорт, ты понимаешь? Оскар Петерсон. Альбом 59-го года. Блюз «Ортрит оф Фрэнк Синатра». Мне кажется, создает отличное настроение. Можно и под AC-DC нормально зажечь, мне кажется. Джингл бэнс, джингл бэнс, джингл он овер. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Великолепно. Ну, я думаю, если она подля группы «Ленинград», чем я это станцует, будет вообще экшен. Кого и какой вид спорта мы, россияне, можем натурализовать? Усейна Болта, сборная России. Опять-таки, очень удачный вопрос. Я белорус, сам переехал в Москву. Керлинг, как сам керлингист, говорю, нужно больше идти в керлинг. Какого спортсмена вы хотите получить подарок? От Криштиана Роналда. Или Евгений Савин. От Икинфеева. Игорь, в новом году желаю, чтобы все у тебя получалось. Мы за тебя, ты красавчик. Александр Емеляненко, я хочу от тебя получить подарок здесь. Что может мотивировать иностранных футболистов приезжать сюда в Россию жить и играть? Мотивация? Ну, красивый у нас город, климат хороший. В России классный прием. Все здорово. Теплый прием. Кухня вкусная, напитки пьяные. Прием русский, мне кажется, всегда был в почете. Поэтому не знаю. Может быть, это из-за политических вопросов? Девушки. Девушки обязательно, конечно, у нас девушки красивые. Представители какого вида спорта называют лысый хищник? Лысый хищник, это, наверное, называют пловцов. Лысый хищник? Что-то мы далеки от хищников и от лысых. Мне кажется, это... Хоккей. А я почему-то керлинг представляю, но он, наверное, вообще не в тему. Простите. В России любят зимой играть в футбол. Как нужно согреваться? Алкоголем. Почему бы и нет? Чуть-чуть подвыпить, под шофе, и игра пойдет на уро. Устраивать чемпионат по швырянию стульев друг в друга. Пускай играют в валенках в футбол, а не в бутцах. Так они будут чаще промахиваться и активнее вести себя на поле. Что сложнее сделать, бисеклету или тройной аксель? Тройной аксель. Знаю, как выиграть? Это бисеклета вообще без понятия. Наверное, тройной аксель будет сложнее. Какие у вас вообще отношения со спортом? Хорошие, любимые. Отличные. Мы любим спорт. Мы даже занимались в свое время. А дочка у меня тоже мастер спорта была. И есть она у меня по софтболу. А вообще, как у вас со спортом? Со спортом? Никак. У вас есть любимый спортсмен? Если есть, то обратитесь к нему, передайте ему привет и удачи в следующем году. Ну, давай так. Юра Никифоров у нас такой в Спартаке играл. Он споробил, что он всю классную площадь пробьет. В Новороссийске я сам ездил на футбол. Он как ударил, что у него мяч улетел на море. Такой деревянный был балбес. Ну, хороший защитник был. Александр, мы тебя поздравляем. У него же родился с рождением ребенка. И чтобы здоровья, счастья и в новом году самых высших достижений в спорте и вообще в жизни. В бизнесе и в политике. Всех поздравляю. Желаю поменьше хайфовать, больше работать. Да, конечно же, я хотел поздравить всех спортсменов сборной России и пожелать терпения, упорства. Ну, и все будет. Главное стараться. Мы поздравляем всех российских спортсменов с Новым годом. С Новым годом! С Новым годом!